Игру Алхимики я бы назвал, наверное, наиболее тематичным и, если даже можно так выразиться, достоверным симулятором алхимической лаборатории в настольном варианте. Окей, на самом деле уже есть несколько игр, так или иначе, использующих сеттинг, когда мы сбрасываем в котел разные ингредиенты и получаем в результате какие-нибудь зелья. Это, ну, в первую очередь напрашивается зелье варенья, потом Алхимик из Гластенбери, есть тот же Пойзон от Книции, и все они так или иначе используют механику сбор сетов и иногда механику Мемори, то есть надо запоминать, что мы складываем в котел. На самом деле это как-то более-менее абстрактно, что ли, а вот наиболее достоверно, на мой взгляд, тему Алхимии раскрывало бы проведение экспериментов с целью выявить настоящую природу вещей. Друзья, это видео тоже можно назвать своеобразным экспериментом, я экспериментирую с форматом обзоров, хочу убрать из них все лишнее, сделать его, что ли, таким более смотрибельным для вас. То есть здесь будет только основная суть игры, без мелких нюансов и мои личные впечатления. Если вам понравился данный формат, то обязательно поддерживайте его лайком, чтобы в данном формате видео выходило больше. И приятного просмотра. Смотрите, в игре есть 8 разных ингредиентов. Каждому из них приложение в начале партии случайно присваивает одну из 8 формул. Игроки их не знают и будут опытным путем пытаться определить, какая формула к какому ингредиенту соответствует. Что это за опыты, которые вы будете проводить? У вас в игре будут разные варианты действий, в результате которых вы варите зелье. Вы сможете протестировать зелье на студенте, можете выпить сами, а можете варить зелье на продажу для разных путников. И это офигительно тематично реализовано. Вот смотрите, вы перед тем, как варите зелье, не знаете, какой оно будет иметь эффект. Но должны заранее решить, кто его будет пить. Студентик подопытный или вы сами. Так вот, представьте, что студентик на весь день, то есть на один игровой раунд, на всех игроков один и тот же. И каждый день он пьет зелье бесплатно ровно до того момента, пока не выпьет зелье с отрицательным эффектом. После чего будет требовать в оплату 1 золотой. А поскольку все игроки планируют свои действия заранее, то кто-то может успеть протестировать свою отраву бесплатно, но вот все остальные вынуждены будут или платить студентику, или отказываться от эксперимента. Можно, конечно, испить варьво самому, но какой-нибудь негативный эффект, такой как паралич, безумие или отравление, схватить очень легко. Паралич обернется тем, что в следующем раунде вы будете действовать одним из последних, отравление тем, что потеряете один из доступных кубиков действий, а вот безумие обернется потерей репутации. Но как вы думаете, останется у людей доверие, пусть даже крутому алхимику, которого давеча видели бегающего голышом по городской площади? Когда вы варите зелье, вы смешиваете в котле два ингредиента. Выглядит это так. Ставите ингредиенты на специальную полочку за своей ширмой, сканируете приложением, а оно в ответ вам показывает результат, что получилось в итоге соединения этих двух ингредиентов. Фишка в том, что каждая формула состоит из трех элементов – красного, зеленого и синего. Каждый из них может быть либо положительным, либо отрицательным. При смешивании вы можете получить один из семи типов зелий – исцеление, яд, скорость, паралич, мудрость, безумие или нейтральное зелье. Как это работает? Нужно смотреть на совпадающие знаки и совпадающие цвета. Причем на одной формуле задействуется большой элемент, а на другой формуле маленький. Например, соединив вот такие формулы, можно получить положительное красное зелье, потому что у одной формулы большой красный плюс, у другой – малый красный плюс. Другие элементы здесь имеют противоположные знаки. Но фишка в том, что формул этих мы изначально не знаем, и нашей задачей будет как раз определить их. Поэтому, используя метод дедукции, мы будем отсекать лишние варианты. Из любого опыта можно извлечь информацию. Мы сделали вот такое зелье, соединив этот и этот ингредиент. Значит, у обоих ингредиентов, у гриба и у жабы, не может быть красный элемент с отрицательным значком. Это, конечно же, не единственный способ отсекать варианты, но обо всех я вам рассказывать в рамках этого видео не буду. Нужно постигать азиал химии самому. Для чего же нам это делать? В первую очередь для того, чтобы публиковать свои исследования и зарабатывать репутацию. Вы заявляете, что вот эта формула соответствует, например, Скорпиону. Скажу по секрету, что не обязательно быть на 100% уверенным в своей теории, чтобы ее опубликовать. То есть тут присутствует такой элемент блефа. Но учтите, что вашу теорию может кто-нибудь опровергнуть, и если она действительно окажется ошибочной, то вы потеряете еще больше репутации, чем заработали. На самом деле, это очень интересный механизм. У вас есть вот такие печати, и публикуя работу, вы размещаете одну из них в закрытую на соответствующем поле. Вы сразу же получаете за это репутацию, независимо от того, правы вы или нет. А репутация в игре – вещь далеко не последняя. Чтобы вы понимали, это не только победные очки. Покупатели отдают в первую очередь предпочтение зарекомендовавшим себя алхимикам. А с определенного уровня репутации алхимик может продавать зелья дороже. Но вернемся к публикации работ. Вот. Другие игроки теперь могут захотеть вступить с вами в соавторство, за что должны будут заплатить вам одну монетку. Теперь смотрите, у вас есть печати со звездочкой на 5 и 3 очка. В конце игры мы узнаем точную формулу компонента, и если она будет совпадать с вашей теорией, и вы положили эту звездочку, то столько же очков вы и получите. Если не совпадает, потеряете 5. Также у вас есть и вот такие печати. Это что-то типа страховки. Любой игрок, даже вы сами, может попытаться опровергнуть уже опубликованную теорию. Для этого нужно указать, в каком элементе была ошибка. Также с помощью приложения указываете элемент, и если в формуле и приложении у элемента разные знаки, то такая теория считается опровергнутой. Жетоны переворачиваются, и далее от потери репутации вас может спасти только если вы выложили печать с тем цветом, который опровергли. А тот, кто опроверг теорию, получает 2 очка. В общем, такой симулятор научных публикаций. Другая интересная механика, она же основной способ заработать деньги в игре, это продать путнику какое-нибудь зелье. Каждый день в город приходит новый путник со своими потребностями. Выполняя действия, вы сами выбираете, какую гарантию дадите путнику. Сварите в точности такое зелье, которое ему нужно. Попадете в знак, но не в цвет. Сварите нейтральное зелье. Или сварите какой-то шмурдяк. Само собой, за каждый из вариантов и платят соответственно. Однако, если вы пообещаете сварить одно, а сварите что-то похуже, то у вас вообще ничего не купят, и ингредиенты вы потратите зря. Так что, если не уверены в своих силах, скажите, что сварите что-нибудь. Вам все равно заплатят, пусть и мало, но гарантированно. Это далеко не все интересные моменты игры, о которых мне хотелось бы вам рассказать. Очень интересно здесь представлен выбор очередности хода. Есть также разные артефакты, которые можно покупать, и они по-разному влияют на вашу игру. Например, вы можете купить перископ и с помощью него шпионить за коллегами. Есть также различные карты услуг. Можно, например, на день получить помощь ассистента и успеть сделать больше. Ну и так далее. Вот серьезно, об этой игре хочется рассказывать больше и больше, чтобы вы поняли, насколько она необычная. Но, как и говорилось ранее, в рамках этого видео, в рамках этого формата, я рассказываю только самый-самый сок. Поэтому пора переходить к заключению. Мнение. На мой взгляд, основным недостатком игры является ее высокий порог вхождения. И если вы, ну, будучи гиком-настольщиком, само собой, предложите ее поиграть человеку, который не в теме, ну, который знает, например, какой-нибудь там Элиас Уна, и вообще, в принципе, ему можно вот так, ну, на пальцах объяснить, про что эта игра, то, скорее всего, даже он просто покрутит пальцем у виска и сочтет вас ненормальным. Но вот тем, кто уже освоил хотя бы пару-тройку игр средней сложности, разобраться в алхимиках будет реально. Я бы не сказал, что будет прям очень легко, но реально, и это того стоит. Потому что алхимики — это определенно какой-то новый опыт в евроиграх, это нечто новое по механике игры, и в то же время очень тематичное, в отличие от большинства игр европейской школы. Другой минус — это то, что игра требует электронное приложение. И я знаю, что есть очень много сейчас противников внедрения гаджетов в настольные игры, и специально для таких игроков здесь есть вариант правил с ведущим. То есть с человеком, который возьмет на себя те функции, которые выполняет в игре электронное приложение. Но, ребят, поверьте, оно того не стоит. Приложение занимает здесь, наверное, где-то 1% от всего геймплея. И вот этот 1% механических действий вы будете перекладывать на человека и лишать его удовольствия от игры. А вот играть в алхимиков и брать эту игру к себе в коллекцию стоит определенно. Я лично вам очень ее рекомендую. Эта игра стала для меня, наверное, одной из лучших игр, которые я открыл для себя в 2018 году. Оформить предзаказ русской версии игры можно уже сейчас по ссылочке в описании. И, кстати говоря, о локализации. Локализовать ее будут сразу с дополнением Королевский голем. И о нем я вам тоже сейчас вкратце расскажу. Во-первых, здесь 4 модуля. То есть не обязательно сразу их все добавлять в игру, можно комбинировать по желанию. Итак, в первую очередь это модуль финансирования стартапов. Он позволяет игрокам выбирать свои начальные ресурсы. То есть делает начальные условия игроков более асимметричными и настраиваемыми. Модуль Загруженные дни, Busy Days, вносит разнообразие в каждый игровой раунд за счет новых наград и цен в треке очередности хода. Королевская энциклопедия вносит изменения в подход к публикациям теорий. И, наконец, Королевский голем. Особый секретный проект, который алхимики ведут по приказу короля. Вы будете ставить опыты над оживлением голема. Смотреть, как он отреагирует на разные ингредиенты. Например, его грудь может засветиться. Или из ушей может пойти пар. А могут сработать обе реакции или ничего не произойти. Что означают эти реакции, вам и предстоит узнать. А король будет, соответственно, поощрять эти эксперименты, ну, пока ему не надоест. А на этом все. Играйте в те игры, которые вам нравятся. С вами был Филипп. С любовью канал Твой Игровой. Пока.